Пореже, но у неё хвоя очень мягенькая, нежная такая, не колючая, красивая. От пушистой пихты до ароматной ели этих праздничных красавиц из Маганска доставили накануне. А сегодня продавцы новогодних деревьев с самого утра на ногах. Ёлки надо распаковать и выставить. Однако спрос пока маленький. Впрочем, обычно пик ёлочных продаж случается за пару дней до праздника. Сегодня пока ещё народ только приглядывается, готовится. Скоро уже будет подбегать и хватать быстрее. Новогоднюю атрибутику в этом году продают только в специально отведённых местах. Предприниматели, желающие торговать новогодними елями, должны представить в районной администрации свидетельства ИП и документы, подтверждающие законность рубленных деревьев. Всё это есть и у Кристины. За день девушка продала уже около десятка праздничных деревьев. В основном, говорит, берут большомуртинскую пихту. Потому что она более пушистая, запах, и стоит она практически до февраля. Поэтому берут пихту. Предприниматели уверяют, сейчас покупать праздничную ёлку самое время. Ближе к Новому году цены заметно вырастут. Сейчас за метр новогодней красавицы возьмут 500 рублей. Чем выше дерево, тем оно дороже. Ценовая политика на ёлочных базарах будет зависеть от высоты новогоднего дерева и желания покупателей. Например, вот такая ёлка высотой от полутора метров будет стоить полторы тысячи рублей. Точно такой же высоты пихта будет стоить на 200 рублей дороже. И за неё придётся отдать 1700 рублей. Ёлочные базары пока заработали только в Центральном районе. В остальных шести продажа новогодних ёлок начнётся в ближайшие дни. Всего будет открыть 61 ёлочный базар. Новогодние ёлки можно будет приобрести до 31 декабря. Виктория Столярова, Дмитрий Яковлев, Афонтова, Новости.